Василия, вчера, что мне рассказывала про Матрону, как тебе было? Мощи были? Ну, мощи... И кто тебе еще говорил на это? У нас здесь такая толпа была, день и ночь в церковь шли и шли, с Абаками, с Акасией, и это всюду. Это всюду? В православной церкви? Да, да, да. И что вы, кто видел? Ну, мы уже поехали с мамой, да, к Матроне-то. Потом очередь большая, я говорю, мы тут не выстоим, приехали назад. Ну, я говорю, пойду, Леонтья спрошу, а то не дай Бог нас в церкви... А Леонтья это кто? Батюшка наш. Ваш. А фамилия его есть, знаете? Фамилия Скачков. В Старобряшечке, в Минусинске? Да, да, в Минусинске. Он подчиняется Силуяну, айпископу? Да, да, да. Как Силан Килин или Силан? Ой, я не знаю фамилии их и никого. Ну, ладно. Как фамилия Силуян, как фамилия? Килин или Силан? Килин. Килин. Так, ну и что дальше? Ну, и что, и вот он сказал, что у нас святые только вот, Невский Александр Николай Чудотворец, И то они, говорит, наши мощи забрали себе там. Типа, не показывают, не заехали. Это не надо ходить и поклоняться. А это сделали они рекламу, сделали наживу, сделали, чтобы денег побольше содрать. И какое-то явление было, что-то готовить. Да, явление было. Это даже по телевизору показывали. Вот Солнце, и вот круг Солнца, вот такой шириной, вот так вот ровный круг, темный. Ну, людям это не сделать было. Нет. Чтобы это, ну, взялись там ни коня, ни сделали этот круг вокруг Солнца. Нет, нет, нет. Ну, значит, тут только так, или Ангога, или Бесовское обольщение. Тут два варианта только остаются. Не знаю, никто не знает. Ну, и вот, и хотел услышать теперь об Александре Ивановиче. Что-то ты говорила-то, как готовилась-то ремонтировать и... Ремонт делали мы на кухне. Помнишь, ремонт делали на кухне? А он болел. Он говорит, мне умирать, говорит, пора. Я говорю, ну, рано умирать, надо все сделать, порядок навести. Чтобы родственники приедут, скажут, что тут все грязно так. Ну, и вот он... А он согласился. А он согласился. И на одна неделя или две прошло, уже не помню, сколько прошло времени-то. Все коврики вычистила на снегу. Это время, февраль же был, да? Это холодно было уже. Он сидит на кровати и говорит, ну, что ты, убрала все, прибралась. Я говорю, да, все. Он говорит, ну, умирать можно? Говорю, можно. И вот он в эту ночь умер. По приказу делается. Это только у святых так делают. Я рассказывал вам Марка, пещерника, как один могилу. Он не успел им выкопать. Пришел и говорит, братья гневаются, что я не выкопал могилу. Ну, не успел просто никак. Ты уж подожди пока. Он и лежал, хлопал глазами, там, сколько дней, пока не выкопали могилу. Он выкопал, говорит, брат, пора. Он говорит, хорошо, закрыл глаза и отошел. Видите, это житие перекликается с перекладом, называется экстраполяцией во время на сегодняшний день. Это многое, что в нашей жизни бывает. Это нужно зафиксировать и передать следующему поколению, что Бог жив. Бог являет себя, чтобы мы верой верили. Я бы сказал, что вот Нюрия, она для меня Нюра, как с каждой Аней. Я остаюсь с вами в молитвах и в книгах. Вы остаетесь с нами в молитвах, а нас, в связи, будете молиться. И о том, что вот так открыто записали. Для меня это откровение, что среди старообрядцев, вот нищем англиевые, с таким приветом. Даже я сказал, а тебя там священники не будут гнобить? А она свободно так прошла мимо, как будто нет еще. Я говорю, так мы тут где-нибудь уж там у порога сядем, чтобы в комнату не заходить. Ваши иконы-то не запоганить-то. Если вы нас считаете неверными, мы соглашаемся с этим. Да, мы грешные. Она нет-нет проходить, вот готовит им. А я о ней заботился, а она ей много внимания. А может наоборот, вы приехали, может что-то у нас какое-то чудо произойдет. Ну вот это чудо произошло, что мы встретились, это главное чудо. Ты не поведешь в себя? Что мы о Христе говорим, чтобы Христос вошел в этот дом. Изгнал все, что не нужно здесь. Чтобы мы были водимой Духом Божьим. Чтобы Бог нас не только водой, но Духом Святым крестил. Погрузиться в благодать Духа Святого. И тогда у нас все другое будет. Весь дом будет открыт для всякого, желающего приблизиться к Богу. Мы сейчас вот здесь съездим на кладбище. Женя поедет? Женя с мной. И мы поедем, поищем там, где... Все, примерно она себе покажет. Я с вами поеду. Я сейчас позвонила на работу, сказала начаться задержаться. Все, отлично. Садимся. Все. Доброе утро.